Субтитры создавал DimaTorzok На страничках своих, скажем, в одноклассниках я всегда читаю, стараюсь всегда прочитать то, что пишут слушатели. Конечно, самых активных слушателей всегда видно, всегда приятно, потому что они задают тон, они развивают дискуссию. Их, конечно, знают и другие, тоже мои слушатели, в тех же самых одноклассниках. Вот есть такая Светлана Икрамова, которая, как мне потом сказали недавно, вот вчера мне сообщили о том, что она пропала, ее нет. Если она каждый день, каждый день, каждый день пишет в социальных сетях, конечно, мы ее видим. Но так как она пропала, 29-го, посмотрели у нее на страничке, 29-го октября был последний ее заход, а она ли заходила, или кто-то другой заходил, мы не знаем. Но она пропала. И разговаривая с другой слушательницей, я спросила, а что вы думаете, и что может быть причиной, от чего она вдруг пропала. Но первое, что у нас есть, друзья, первое в наших мыслях, это, конечно, отключение интернета. Это самое больное, что у нас есть сегодня, поэтому именно отключение интернета мы, так скажем, на первый план выдвигаем. Ну ладно, и я решила по этому поводу посмотреть новости из Узбекистана, что же там происходит. Но кроме того, что 29-го октября прошли выборы президента Узбекистана, основных новостей таких громких я вроде бы не нашла. Но решила пробежать все, думаю, вдруг между делом где-то кто-то скажет про отключение интернета. И вот, читая, в Узбекистане находится более 17 тысяч граждан Афганистана. 17 тысяч граждан Афганистана, конечно, это беженцы, друзья. Куда им идти, если у них война? Они будут разбредаться по соседним республикам. И хорошо, ведь узбеки, они такой гостеприимный народ. Вы помните, казахи, узбеки принимали наших депортированных отовсюду народы во время войны, после войны, перед войной. Казахстан, Узбекистан принимали всех радушно, тепло. И поэтому, если сейчас приняли Афган, афганистанцев, то, друзья, это тоже те же самые радушные дети дедов и прадедов, которые принимали когда-то беженцев со всей России, принимают беженцев из Афганистана. Беженцы были в России или депортированные, насильно депортированные, это ведь тоже вышвырнутые со своих земель люди, лишенные родины. Также и здесь все то же самое. И вот это тепло, которое дает Узбекистан, узбеки дают, оно очень, я думаю, вовремя и приятно востребовано. Следующие новости в России рассказали о поставках военной техники в Узбекистан. Что это такое? Военная техника опять! И мы опять здесь со своей военной техникой. Да сколько же можно? Только военная техника. Мы что поставляем-то? Кроме военной техники у нас ведь ничего уже нет. Перестали работать заводы и фабрики, а только производим военную технику. А следующая новость довольно приятные синоптики. Всегда такая, знаете, спокойная лирическая новость. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистан на 3 ноября. Сегодня у нас с вами 2-е, на 3 ноября это 15-17 градусов. И ночью кажется где-то в районе 6 градусов тепла. Это хорошая погода, почти бабье лето. Вот-вот уже ноябрь ведь на носу, а здесь бабье лето, приятная погода. И очень хочется в Узбекистан поехать, друзья, на их дыни узбекские. Такое, знаете, медовое объедение. И посмотреть архитектуру. Вот чего хотела посмотреть. Так это самаркандские строения старинные. Не удалось съездить. Надеюсь, возможно, все может быть. Но с нашими локдаунами куда теперь двинешься? И вот еще новость. Ну, это, я думаю, новость такая, знаете, относительная. Относительно, конечно, выборов президента Узбекистана. В Узбекистане повысят зарплаты учителям и врачам. Чувствуете, да? Учителям, врачам. Потому что выборы тоже, тоже очень приятно. Если это будет исполнено. И вот другая новость. В Самаркандской области возбуждено уголовное дело по факту смерти трех человек из одной семьи. Мать и двое детей угорели. И возбудили уголовное дело по факту, друзья, несоблюдения пожарной безопасности. Но как соблюдать эту пожарную безопасность, друзья? Если пожар, может быть, искусственное дело, или здесь вот они задохнулись, может быть, газом отравили. Феодосий так очень любит в трубы вентиляционные пустить газок. Ну, скажем, только для одной семьи. Можно пустить газ и отравить семью в комнате, в ванной, на кухне, где угодно. Пускают в вентиляцию газ, и человек вуаля, и нет человека. И сердце схватило. А газ, он рассеялся, его потом не найти никак. Ну, ветром сдуло, и ничего и не было. А человек раз и умер. Вот так поступают бандиты феодосий, причем бандиты вместе с силовиками. Это же один кулак. В Крыму бандиты и силовики. А вот другая еще новость. В Абудабе задержан узбекистанец, находящийся в международном розыске с 2006 года. Оно, конечно, может быть интересно, друзья, эти новости, что кого-то задержали. Не знаю, насколько это хорошо и насколько правильно. Если у нас нет правосудия, то и говорить о том, что правильно задержали какого-то человека, я бы не стала. Не радоваться, не утверждать, что это хороший факт, что его задержали. На узбекском телевидении покажут шоу по мотивам сериала «Игра в кальмара». Это что такое, друзья? И туда до мусульман добрались эти глупейшие игры. Не знаю, насколько оно хорошее, я не видела, не понимаю. Это по мотивам сериала «Игра в кальмара». Я даже не смотрела, не смотрю и знать не хочу. Я понимаю, что это что-то такое, типа голодных игр, неприятно. Сотрудник правоохранительных органов спас жизнь молодому парню возле рынка Куй-Люк. Ну что же, это даже очень возможно. И хорошо, что есть такие еще парни. И не потому, что он сотрудник правоохранительных органов, а потому, что он просто человечный человек. А в Джизакской области пьяный юноша угнал автомобиль и попал в ДТП. Ну что же, и на старуху бывает проруха, тем более, если ты пьян, и если ты юноша, который не умеет толком водить машину. Ну вот здесь уже более другая интересная новость. Названа причина массового увольнения сотрудников антимонопольного комитета. Ну это уже кое-что. Это более-менее какая-то новость, такая неинтересная, но она все-таки о чем-то говорящая. Один из уволившихся сотрудников для издания Куна рассказал причину принятия данного решения. По словам сотрудника, люди уволились из-за низких зарплат. Но низкие ли зарплаты или желание властей делать специальные документы, которые теперь делают по всему миру, друзья, возможно, это тоже повлияло. Ведь никто не скажет об этом открыто под видом низких зарплат. Что же, если уволились массово, то понятно, что не из-за низких зарплат увольняются массово, а по какой-то иной причине. А вот интересная новость, что в Узбекистане в октябре цены в среднем выросли на 1,3%. Это что такое? За один месяц на 1,3%, друзья, это что происходит? Почему на 1... Это громадное. Это же очень много. 1,3% за только 1 месяц, октябрь. Но вот еще другая новость. Она, конечно, касается менталитета и правил мусульманского общежития. Руководство телеканала Мили прокомментировало пошлую сцену в эфире. Но пошлая сцена в эфире, насколько я понимаю, это что-то типа совокупления. И ведь это мультфильм. Это не что-то. Это мультфильм, друзья. Но это уже совсем ни в какие ворота мусульманские не годится. А где Коран, а где они молятся по 5 раз в день, это читают намаз. Это что такое, друзья? И почему? Ну, якобы телеканал дал комментарии по этому поводу. В сообщении телеканала говорится, что пошлая сцена была показана из-за невнимательности сотрудников. Так ли это? Или решили все-таки показывать время от времени, прививать молодому поколению пошлости? Все может быть. Но если это уже произошло, а произошло это 31 октября, то все-таки это, ну, произошло, друзья. Ничего не сделаешь, и телеканал извинился перед своими слушателями и заявили, что подобных ошибок больше совершать не будут. Ну и поэтому очень даже, друзья, правдоподобные идут дальше, то есть в соответствии со всем этим телеканаловскими ошибками идут дальше другие новости. В Ташкенте зам декана пытался изнасиловать студентку. Вуаля! Вот вам и ответка на те действия, которые нарушают мусульманскую этику. Ну и как еще один пример, тут же все в эти дни, друзья. В Ташкенте молодой человек избил и пытался изнасиловать пожилую женщину. Слов нет. Ни комментариев, ни слов нет. Вот такие новости из Узбекистана. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Таня Карацуба, Сеидбургхан. Таня Карацуба, Сеидбургхан. Субтитры создавал DimaTorzok